Наконец-то появилась у меня возможность заснять интересный видос. Ко мне в руки попала такая вот консолька, это PS3 Slim, лимитированная версия, красная. Почему бы я посмотрел аббревиатуру, потому что она именно для нашего региона выпускалась, для России. Но по сути неважно, мы ее сегодня распакуем, посмотрим, что там внутри, потому что отличие от простых версий Slim, как я понимаю, нет, кроме того, геймпада. Хотя, по-моему, Slim и черные, серебристые, они тоже двумя геймпадом сли. Откроем коробочку, посмотрим, что внутри. В следующем видео мы уже непосредственно подключим, но если она у нас не прошитая, мы ее постараемся прошить, загрузить сплэйт, запустить хин и попробовать запускать игры сплэйт или через... Там есть стандартная такая у них программа типа Brawler, откуда может быть игры непосредственно с интернета напрямую качать. Мы это все посмотрим с вами, посмотрим, как это все работает, в какие игры поиграем, скачаем, чтобы вы имели представление, что из себя 2X3 представляет в 23-м году. Поехали, давайте коробочку откроем. Я, наверное, вот так вот положу. Где-то немножко выгодности, где-то встану. В общем-то хочу отметить сразу, что она мне досталась в прекрасном сохранении, даже картон в практически реальном состоянии, что редко для нашего времени. Сейчас мы его сами выгнем. Картон в странное, прям прекрасное состояние, когда она на полку пролежала очень много времени. Вот это вот переверну. И даже пленка, не знаю, она по ходу родная, но просто порванная. Если она в таком скотче держится, то точно. Вот она сама прекрасная, красненькая. Красивенькая для себя консолька. Здесь у нас что, два USB-порта по бокам. По технической характеристике слева вверху я скриншот налдам. Можете постоять на паузу, посмотреть. Мы ей будем вдаваться подробностей. Что там за начинка стоит. Да, чек 3008B. То есть восьмерка это означает год выпуска. А B, насколько я понимаю, это вторая декада или вторая половина года, восьмого, когда выпускалась консоль. Здесь надо отметить по панельке, что она вообще вся чистая. И одной царапинки практически нету. Учитывая, что консоль восьмого года. Сами понимаете, что консоль больше 15 лет уже. Ну не 13, а 13 лет, так скажем. Немного она запылилась. Давайте посмотрим, что еще в коробочке у нас интересное. Такой картон. Здесь у нас, скорее всего, провода. Стандартный набор проводов. Время зарядки. Друзчик, для зарядки, через консоль. Может, через кудрик можно заряжать. Сейчас есть и другие более удобные устройства, которые я представляю, со зарядной станцией. У меня есть 2ПС3 тоже есть. Кабель питания консоли. В принципе, стандартный. HDMI кабель 2-метровый. Можно использовать любое, какие-то жгутики, перевязки, пакетики, которые уже любят падать. АВ-кабель, если кто-то пользуется, включать через тюльпаны, можно через карту водить. В принципе смысла нет, если нет фрейммейстера, то лучше подключать через тюльпаны, напрямую к телеку, чтобы картинка была более менее. Как аппекарта PSnetwork, скорее всего, с описанием возможностей консоли, но никакого промо-кода нет в раскачиваемых книгах, скорее всего, обычной буклетикой. Мануал на разных языках, русский язык тоже есть. Тут ничего необычного такого я не вижу. В чем комплектуется концой, как она подключается к телевизору, все понятно. Есть даже чек о покупке. Пакетик, наверное, кеймбад сюда вставляет. Сложится кеймбад, как-то закрывается, но он один. И вот они, два кеймбада, подсветка он солит. Оба красные. Насеяки. Кстати, состояние вообще-то восходное. Стоять на этой страны, посмотрим. Стоять на этой страны, посмотрим. Кеймбада, как говорит о том, что играли намного тратически. Очень редко. В черепе волье. Стоять на одну салфетку. Кеймбад на всяких черепах. Ну, видно, сделано. Я тоже, потому что они до консоли немножко пыли. Ну, и второй такой же геймбад я оставаться не буду. Потому что, в принципе, то же самое. Ну, и больше в коробке ничего нету. Коробка пустая. Такая комплектация. Она, я еще раз говорю, стандартная, ничем не отличается. Где бывали снимки с одним геймбадом, бывали с двумя выходили. Но и разницы особо такой нет. В общем, вся комплектация, она одинаковая для всех. Несмотря на то, что цвет красный, не нитки, да? Ничего дополнительного не ложилось в коробку, да? Все докупалось. Отдельно докупались мувы. Он даже показывает, что отдельный геймбад докупался. Надо видать, для черной. Здесь какая-то специальная клава будет. Видать, чтобы было удобно переключаться, когда смотришь к ноле. Пойс-3 камера, мувы. Такой-то еще, типа контроллера. Ну, это у нас единственная чудо-коробка. Какая-то блютуз гарнитуры, видать, когда еще не было. Пойс-4, да Пойс-4 было далеко не было. То есть, с арбишурами блютузских гарнитур. Такой можно было покупать, чтобы играть в другую. Мы же знаем, что Sony особо не подключить свои блютуз-устройства. Да-да, должны переходники или какие-то целодвижения делать специальные, чтобы она обнаружила блютуз-устройства. Поэтому Sony выпускала свою линейку. Устроить, чтобы было удобно играть. В принципе, да, уже все. Дальше во втором ролике уже я подключу, посмотрю, что на Sony вообще установлено. Какой-то был, потому что я не купил. Состояние в таком, что клиент просто внески не увидел, что она работает. Какой-то я увидел, что Sony в таком состоянии не был. Дальше непосредственно я уже сам подключу, мне самому интересно. Ну и на видео мы вместе с вами уже посмотрим, как она работает. Пока спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Очень важно, что вам интересно. И до встречи. Пока-пока.